Все вы знаете, что люди в древности, когда у них не было еще ни механических часов, ни тем более электронных, использовали для измерения времени песочные часы или водяную клепсидру. А сегодня мы рассмотрим еще одно такое устройство, которое представляет собой чашку, в дне которой сделано отверстие. Таким устройством измеряли время древние саксы и потому оно называется саксонской миской или саксонской чашей. Ставим чашу на воду и внутри нее начинает бить струя. Мы видим, как струя бьет и бьет. Чаша погружается все сильнее и сильнее. Вот так за ней наблюдали когда-то древние саксы. Ждем еще. Еще немного. Глубже-глубже. Оп. И вот чаша затонула. И задачу о саксонской чаше было предложено в этом году исследовать участника международного турнира юных физиков. Как и во всякой исследовательской задаче, в ней есть относительно простая часть и сложные продвижения. И мы с вами займемся этой простой частью, а все сложные вопросы оставим юным физикам, чтобы им тоже было чем заняться. Для эксперимента я сделал специальное устройство. Это цилиндрическая бутылочка с тонкими прозрачными стенками и отверстием внизу, в которое прикреплена свинцовая шайба, чтобы бутылочка побыстрее тонула и была на плаву более устойчивой. Опускаю бутылку. Вода пошла. И первое, что мы видим, это то, что разность уровней воды снаружи и внутри бутылки все время остается постоянной. И этот факт нам надо первым делом объяснить. Для простоты будем считать, что толщиной стенок чашки можно пренебречь. Пусть сама чашка имеет массу m, и в какой-то момент времени она погрузилась на глубину h1, а вода внутри чашки поднялась на высоту h2. Разность этих двух уровней мы обозначим как дельта h. У нас есть разность давлений на дно чаши снаружи и внутри, и эта разность давлений очевидно равна ρg дельта h. Эта разность создает поддерживающую силу, которую мы найдем, умножив разность давлений на площадь поперечного сечения чаши s. И эта сила поддерживает на плаву чашу весом mg. g слева и справа сокращается, и мы получаем, что разность уровней дельта h равна массе чаши m, поделенной на плотность воды ρ и на площадь поперечного сечения чаши s. Этот результат прекрасно согласуется с экспериментом. Ведь по ходу опыта масса, плотность и сечение остаются постоянными, и поэтому разность уровней тоже не меняется. А теперь давайте посмотрим на скорость, с которой тонет это устройство. С помощью программы трассировки мы построим график, показывающий, как опускается верхний конец чаши. И мы видим, что он делает это с постоянной скоростью. Так что давайте объясним и этот факт тоже. Воду внутрь чаши загоняет разность давлений снаружи и внутри чаши mg делить на s. В простейшей модели скорость течения воды через отверстие, обозначимое буквой v, рассчитывается из закона Бернулли. Разность давлений равняется ρv квадрат пополам, откуда мы находим скорость v, которая равна корню квадратному из 2mg делить на плотность воды ρ и на поперечное сечение чаши s. А чтобы найти скорость, с которой чаша тонет, а эта скорость очевидно равна скорости, с которой поднимается уровень воды внутри чаши, обозначу ее буквой u, надо скорость заливания воды v умножить на отношение двух площадей, малой площади отверстия, обозначу ее σ, и большой площади поперечного сечения чаши s. И поскольку все величины, которые входят в эту формулу, являются постоянными, скорость затопления тоже будет постоянной величиной, как и показывал наш опыт. А дальше я посчитал по этой формуле скорость затопления чаши. В теории она оказалась равной 15 секундам, а в эксперименте чаша тоже затонула ровно за 15 секунд. И меня это довольно сильно удивило, потому что я вроде бы как знал, что в эксперименте нужно учитывать поправочные коэффициенты, связанные с сожжатием струи и разные другие факторы. С этим вопросом пусть разбираются участники турнира юных физиков. А вам я хочу задать такой вопрос. Допустим, что у нас есть две конических чаши, одинаковой массы, с одинаковым отверстием на дне, одинаковой высоты. Только одна из них сужается книзу, а другая кверху. И спрашивается, какая из этих двух чаш быстрее потонет. Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok